Вы, наверное, знаете, что была битва, великое сражение между турками и нашими войсками Прималы. Слышали такое название? Когда Воротынский и Хворостин, два наших великих полководца, разгромили 150 тысячную турок, лучшую армию турецкую похоронили в наших степях. Здесь от вас не так далеко, это не далеко от Дона, вернее, от Северского Донца. Вот это случилось. Вот это сделал Иван Грозный, он смог это сделать. Но уже опираясь только на свою армию, уже не было помощи с Востока. Уже с Востока помощи не было. Тардарии уже не было. Все. И тогда Иван Грозный, Иван Грозный, он что делает? Он отправляет своего человека. Иван Тимофеевич был человеком Ивана Грозного. Он его послал. Это не купцы Строгановы. Он приказал купцам Строганову дать ему все необходимое. Потому что у самого Ивана тогда уже казна пустая была. Это было очень тяжелое время. Во-первых, скот пал. Не было, был неурожай, каждый год неурожай, неурожай, неурожай. Холода страшные пришли в Россию. Малый ледниковый период. Все покрыто. У нас не было, лето не было, один или два года вообще лета не было. Представьте себе, в центральной России. Это страшно было просто. Это не выжить. Как люди выжили, непонятно. И вопрос, почему? Почему такое могло произойти? И он послал туда Ремака Тимофеевича с одной целью. Остановить бухарцев. Не завоевать сибирское ханство. Его нечего было завоевывать. Сибирь осталась наша. То есть приняв ислам, сибирские тартары или сибирские руссы, или русский народ с Сибири, приняв даже другую веру, другую религию, они остались верными крови, голосу крови, голосу генетики своей. Они не сопротивлялись и не собирались не сопротивляться в Москве. Им это в голову не приходило просто. Потому что они понимали, это одно целое когда-то было. Они это хорошо помнили. Поэтому Ильмар Тимофеевич пришел кучубу разгребить. А кучуба-то бухарский ставленник был. И с войсками пришел. Вот главная была война, остановить кучубу. И как он это сделал? Он это сделал просто оперся о местное мусульманское население от тартар. Был лыжный поход организован уже после гибели самого Ильмака Тимофеевича. Это Данила Чулкова, который построил Тобольск. Был еще один воевод. Они нашли этого кучуба в степях на лыжах. Окружили и уничтожили. Сам он, правда, сбежал. Вот он колыки добили. Но войско его исчезло. Вот и все присоединение. Завоевание Сибири. Да никакого завоевания Сибири не было. Просто не было. И Ильмак Тимофеевич пришел в Сибирь как хозяин. Ему полностью доверил власть Иван Грозный. Величайший наш царь. Он передал власть ему здесь, в Сибири. И он от его имени царствовал. Он правильно судил. Русские законы действовали. Все было великолепно. Что русские, что этот мусульманин татарин. Одинаково. Потому что татары, это были... Но они недавно татарами стали. Они вот стали. Их вот крестили-то недавно. Вернее, не крестили, а перевели в исламах. Будет так говорить. Да, в исламах. Вот отсюда мы и имеем сибирских татар. Это барабинцев. Это мы имеем эуштинцев наших. Которые себя татарами не называют. Они барабинцы, эуштинцы. Чулынцы, например. По местам. По степям. А на самом деле это русские люди. Древности это все русский народ. И вопрос последний. Сейчас уже скоро мы заканчиваем. А кто же это организовал? Это уничтожение этой артерии. Когда выжжено, все города сгорели. Все деревни сожжены. Просто сожжены. Чем страшные силы напал нам. Чем такой напал, что столько поднялось дыма, копоти, что сгорела вся тайга. Все выгорело. Вы знаете, не хотят на эту тему обращать внимание очень многие люди. Даже из ученых. Ведь заболачивание Западной Сибири началось совсем недавно. А это можно посчитать. Слои торфа, как откладывается. Что делает тайга? Тайга забирает влагу из почвы и все выбрасывает в атмосферу. Над тайгой всегда облака. Всегда булажно. Деревья, как насосы. Мощные насосы. Вот кто видел, как дерево спиливается, живое. Там прямо фонтан воды бьет. Видели? Из центра дерева. Сосуды дерева работают. Когда тайга сгорела, то эти насосы перестали качать влагу. Так появилось гигантское болото в Западной Сибири. В Астюганском, например, болото. Мощнейшее, самое большое в мире. Так появились болото по Кити. То есть вся по Солыму, по Югану, вдоль Аби. Там огромные просторы. Там выходишь, посмотришь на болото, его конца не видно вообще. Там до горизонта сплошное болото маховое. Клюква там полна морожки, все. Там была тайга, там стоят обгорелые деревья. До сих пор некоторые деревья обгоревшие. Их видно. А когда бурит начинаешь, буром, обокнаемым, ручным, натыкаешься на слой, толстый слой горелого леса. Все выходит горело. И вот вопрос. Кто это организовал? Есть ответы такие, знаете, наивные ответы. Некоторые говорят, якобы по команде Ротшилда это сделала инопланетная цивилизация. То, что она это сделала, это точно. Потому что мощь от Артарии была несокрушима. Практически можно было только так ее уничтожить. Ведь население было огромным. Раз, во-вторых, ведическое население. Оно сохранило древний уклад жизни. То есть древнее миропонимание. Сохранились книги, библиотеки, сохранились дворцы, сохранились города. Но в этот момент как раз не было митрополии рядом. То есть наша митрополия, которая сейчас присутствует, которая сейчас с нами рядом. То есть бояться особо ничего не надо. Второго такого пожара на земле уже не будет. Отошло это все. Отошло еще во времена Наполеона, 19 веке. Когда Наполеоновскую армию просто-напросто облучили и кончили ее. Это наши стрелы, ребята. Тут заслуга Александра Первого, который не лез никуда. И, конечно, великого Кутузова, который сумел оторганизовать ловушку. Но это уже другая тема. Вот что получилось. И некоторые ученые сейчас, которые у нас там в Сибири, они вслух про это не говорят, они просто удивляются. А где лес? Лес-то молодой. У нас вся Сибирь, это молодой лес. Ну, 200 лет ему. Ну, от силы там 250. Ну, где-то больше лесов. Нет старых деревьев. Приезжаешь в Германию, там стоят дубы. Там Петербхват. На том же Старгороде. У вас здесь, на Кавказе, местами сохранился лес. То есть выжить его в горах невозможно практически. А у нас все сгорело. Даже горы сгорели. Вот сейчас ездили по Алтаю. Все молодое стоит. Все, ну, 200 лет. Ну, может быть, 300 лет. Даже 300 лет не будет. Понимаете? Не будет. Вот так. И погибли села. Погибли города. Погибли деревни. Почему одна над деревней рядом с другой? Ну, что, мы ходили, когда в этих экспедициях, мы ходили, да? Вот. И не понимали, а что такое? Почему идешь под ногами керамика хвостит? А где кости человеческие? Да они сгорели. Просто люди сгорали жильем. Куда делись люди? Кладбищ-то нет. Вот стоят, представьте себе, поселки, да? Волы, западины для дома. Вот стоят эти самые, вот, капища стоят солнечные. Ну, где-то должны же быть некропы. Ну, где-то кладбище должно же быть. Ну, ни одного кладбища нет. Ну, нет людей. Нет черепов, нет. То есть, настолько умно сделано было, что люди сгорели. Вот древние, может быть, кладбища поискали. Вот древние, которые были, их как-то сравняли, никто их к них не оттыкается. Вот, но, очевидно, может быть, даже эти кладбища и не были в том плане, какого мы представляем. Может, сжигали людей. Скорее всего, так и было. Потому что деревни наши, Челдонские, они там сжигали людей и хранили их в Курганах. Но не все сжигали. Минусинцы котловьи там есть. И кладбища не сохранились. Просто их запретили копать, трогать. Вот там чистая европейная раса. То есть, чистые русские люди лежат. Натуральный атлас, ничем не отличимый. Красивые, прекрасные люди. Ну, я не буду далеко ходить. Вот мы были сейчас в Горно-Алтайске, смотрели, правда, муляж все это сделал. Он похожий, правда, они уже обманули. Волосы на эту принцессу черные налепили, а у нее белые волосы. Но это они, новосибирские сделали ученые. Сами понимаете, кто это сделал. Я не буду писать, кто. Новосибирцы сделали, не алтайцы. Но это алтайская принцесса. Она голубые глаза и белые волосы. Она чисто русская. Вот эта принцесса. Вы слышали про нее, да? Находка ее. Ну, вот. Так вот, мы тогда удивлялись. Шли по этим черепкам с орнаментами. Выглядеть, имею, шумерские. А они под ногами. Вот они почему-то под ногами. Потому что случилось совсем недавно. Это произошло совсем не так давно. А это огромный столб дыма, когда выглянула такая территория, он уперся куда? В атмосферу. Его, естественно, разнесло. Солнце перестало что? Нормально светить. Появилось что? То есть дефицит солнечной энергии. И мы получили малоледниковый период. Малоледниковый период, который вот... Не так давно закончился. Понимаете? Вот сейчас вот потепление идет. Вот. Такова и такова история Великой Гигантской империи. Частью которого является Кавказ. Частью которого является Восточная Европа. Вот. И территория... Севера. Севера. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...